приветствую всех кто будет просматривать это видео живет у меня вот такая вот красавица строманта триколор еще ее называют трио стар вот красавица вот такая вот этот вот центральный побег три листика осталось ну вот он самый старый он центральный и вот так вот прямо растет а все от него детки вот так немножко в бок растут под наклоном и там сзади еще есть побеги вот этот прямой это старый там вот еще вот и хорошо она у меня росла ну в общем-то меня устраивало окрас и как она растет особо не не сушил ну незначительно кончики она сушила в отличие от других марантовых колотей у меня было много других разных растений но не подружила с ними я у меня южные окна очень сухой жаркий воздух не любят такие условия они и всякие эти маранты колотые ну в общем то плохо приживаются меня и листики как-то у них мелкие были и постоянно сухие кончики на листах как не прибавляют радости до лицезреть эти сухие кончики и постоянно на них нападал паутинный клещ конкретно вот этот кустик очень долго у меня рос примерно три года ну вот вот такой вот центральный был и от него небольшой побег торчало земли вот то что я купила когда-то ну здесь конечно тоже не три листа было было побольше вот ну вот все что осталось на данный момент и вот за три года примерно вот такая вот шапище со всех сторон такая вот красавица вот и что я хочу сказать в этом году впервые на нее напал клещ вот и вот это следы нападение клеща вот если вы видите какие-то бледные листья либо вот такие точки пятна на них это как раз вот признаки поражения паутинным клещом лучше смотреть с обратной стороны здесь будет видно сейчас я потравила все вот новые листики чистые растут красивые цвет листа насыщенные да и вот здоровые они сразу тут все понятно что все хорошо с ними красивый яркий цвет а вот такие вот это не просто они старые это именно было поражение паутинным клещом вот так это выглядит вот ну как мы знаем растение все чувствуют болеют за нос или вместе с нами болеют то есть когда этой осенью сентябре я долго тяжело болела и не могла ухаживать за ними то вот как раз и на пол клещ и очень очень сильно стали сушить кончики но это возможно нерегулярный полив прям сильно я тут много прямо обрезал вот видите прям половина листа вот дело в том что я всегда поливала это растение с просушкой то есть прям очень хорошо практически высохнет до конца здесь универсальный грунт обычная такая черная земелька травита универсальная и вот в нем она росла я уже сто лет и не пересаживала ну года два точно и вот так она росла с просушками я плевала и все было хорошо пока вот не заболела и сильно пересушил ее и чтобы этого избежать решила я попробовать посадить ее на фитиль то есть вот там белые такие эти кончики тряпочки торчат это фитиль и вот видите моментально она выпустила корни к водичке чтобы к водичке доставать а это пластиковая ведерко из-под капусты ну магазине такие в них капусту продают и вот питательный раствор тут немножко удобрение прям совсем чуть-чуть и вот так вот она теперь достает фитиль болтается и вот крышульки в общем теперь она у меня сама пьет сколько ей хочется сколько ей надо пока результат неплохой вот смотрите вот это вот новые розетки очень красивые яркие они и без пятен все целенько без повреждений где тут у меня еще там сзади совсем тоже новенькая красотка и вот еще новый лист растет а нет ну здесь еще вот было сухой кончик расстраивать конечно сухие кончики вот новый побег растет надеюсь все будет хорошо на фитильном поливе очень очень красивый сорт яркий сейчас новые какие-то более модные сорта есть похожие на этот ну как тут с точками еще или более зеленый лист как-то здесь полоски как-то хортиколор в общем даже и не смотрю в сторону зачем мне тут какие-то точки мне очень нравится такой окрас такая красота вот яркие красивые крупные полосочки точки мне здесь совсем не нужны очень красивый сорт вот это вот яркая ой яркая малиновая изнанка она сюда просвечивается кажется примут розовый этот цвет на самом деле цвет этот белый вот если так посмотреть это белый окрас ну вот изнаночка просвечивает очень здорово кажется прям розовая очень красивый сорт из всех вот оказался самый неприхотливый и хорошо у меня растет единственное что еще хочу добавить никогда он на окне у меня не жил и роз зимой он живет у меня на стеллаже под искусственным освещением ну вот обычные такие светодиодные лампы и хватает принципе ему такого освещения у меня прям вот ну небольшая лампа вот она вся сколько тут сантиметров наверное 70 вот такие лампочки у меня я покупаю и вот нормально вроде цвет вот на вот это зеленый наоборот листья это когда я вынесла ее на лоджию и в дальний угол от окна поставил ее на солнышко она не любит на солнце листья будут гореть получать ожоги и я поставил как-то подальше и вот здесь конечно было темно но если хорошее освещение вот такие вот красивые листья растут практически полностью розовая вот тоже розового много это тоже здесь сухой был я обрезала ну это возможно вот из-за ухода из-за того что вовремя не поливали в сентябре здесь как бы мне сложно сказать вот это точно ну как-то это вот все одновременно случилось что и пересушили и паутинный клещ то есть болеть нельзя нужно ухаживать за растениями всегда-всегда не упускать но ничего надеюсь я ее не потеряю хотя ни разу не отсаживала ее буду ждать весны может этих ростиков отделю вот здесь вот прям какие-то совсем в стране они вот этот и новый вот этот вот растет может быть не так корни раздирать придется здесь то вот прям они от этой центральной деленки растут если отделять ну отдирать с корнем с мясом не хочется вот эти вот которые возле прям края горшка то их можно будет попробовать отделить хотя не хочется мне делить мне хочется красивый пышный кустик вот не хочу чтоб просто там три четыре листа торчало очень красивая строманта яркие такие цвета вот эти вот новые прям листики прелесть-прелесть чудесная колотель чудесный сорт и вот в моих условиях хорошо растет ну для игры три года росла вообще не капризничала вообще я даже проблем с ней не знала вот ну сейчас вот буду смотреть как она будет чувствовать себя на фитиле надеюсь все будет хорошо не так давно я поставила ну может пару месяцев буду наблюдать потом с вами своим мнением поделюсь как они на фитиле растут вот это конечно не просто удивительно то есть когда просто в земле она росла и ну я полив режим полива был с очень хорошей просушкой то есть практически сухая земля и только тогда полив а здесь земля постоянно влажная и тем не менее тоже хорошо она растет странно удивительно ну посмотрим пока вроде бы все хорошо вот такая красотка крупный уже такой куст ну ладно все пока в том числе и то есть Продолжение следует...